добрый день уважаемые подписчики добрый день зрители youtube меня зовут александр и вы на канале технических решений энергомаг сегодняшнее видео это продолжение серии роликов о электрических измерениях и в предыдущем видео я рассказывал о том какие основные электрические измерения согласно правил устройства электроустановок правил технической эксплуатации должны проводиться в электроустановках до 1000 вольт именно до 1000 вольт потому что если электроустановка напряжением выше 1000 вольт там совсем другие требования к электрическим измерениям и самое главное другие требования к персоналу который имеет право проводить такие измерения и также в предыдущем видео я рассказывал тоже о требованиях персоналу которые предъявляются для того чтобы вы могли или ваше предприятие проводить такие измерения и какие требования к лаборатории от укрметр т-стандарта и вы можете посмотреть это видео по ссылке в описании к сегодняшнему данному ролику в сегодняшнем же ролике я расскажу о приборах больше обращу внимание какие приборы мы используем какие должны использоваться какие требования к приборам уже конкретнее при электрических измерениях и какой ручной инструмент желательно иметь для того чтобы это делать правильно для того чтобы это делать быстро и для того чтобы заказчик остался доволен давайте перейдем к основным приборам которые например мы используем мы это компания электрик при проведении электрических измерений первый прибор это для проверки заземления и проверки металлосвязи что такое металлосвязь это связь между контуром заземления и например розеткой потому что наличие контура заземления не означает автоматически что в розетках есть заземление то есть это нужно проверить мы для этого используем прибор уманского завода мегометр f4103 m1 почему мы приобрели именно такой прибор потому что в комментариях тоже были такие вопросы вот есть приборы там разных производителей разных фирм которые стоят в разы дороже ими удобнее пользоваться они сами калибруются ну конечно было бы приятно иметь такой прибор но преимущество этого прибора то что он даже некоторые наши заказчики говорят это наверное еще со времен советского союза нет это уже произведено в украине но это его простота первое и второе то что укрметр тест стандарт может поверить этот прибор без проблем потому что если вы приобрели даже к примеру очень дорогой прибор это не означает что укрметр тест стандарт сможет вам выдать сертификат что такое сертификат это каждый год у нас приборы поверяются выдаются вот такое вот свидетельство о поверке не сертификата свидетельство о поверке прибора здесь стоит личная печать поверителя то есть человек который поверяет у него есть личная печать он проверил прибор на стенде прибор работоспособен он выдает вот такое свидетельство и пишет здесь фамилия дата когда это было произведено выполнена эта проверка и заверяет своей личной печатью то продавцы которые завозят какие-то приборы импортные дорогие они должны обеспечить укрметр тест стандарт оборудованием для проверки проверки а правильно это поверка слова поверки таких приборов вот почему потому что укрметр тест стандарт он не будет приобретать какое-то дорогостоящее оборудование для того чтобы проверить несколько приборов в год вот например прибор вот этот F4103M1 он имеет одну стоимость а такой же аналог импортный он будет стоить ну раз в 10 наверное дороже ну может не в 10 но в 5-6 это точно это то что касается проверки контура заземления второй прибор который мы используем для измерений это мегометр это этого же завода мегометр S02022G это самый простой мегометр который я думаю многие электрики имеют если не имеют то я советую электрикам все-таки иметь в своем арсенале такой прибор почему потому что если вы выполнили монтаж не просто подавать напряжение на авось то есть выбило значит короткое не выбило короткого нет ну это неправильно после выполнения всех электромонтажных работ это написано в правилах независимости это квартира дом производства завод какой-то должен вначале должно быть проверено сопротивление изоляции что нет нигде никаких хомутов и мест где может возникнуть короткое замыкание а уже потом нужно подавать напряжение ну если да не обязательно вам нужно заключение лаборатории но для себя вы должны иметь такой прибор его преимущество для нас простота то что он простой в использовании здесь внутри генератор то есть вращается ручка и при этом появляется напряжение которое может быть три предела 500 тысяч вольт и две с половиной 500 это используется для кабельных линий тысячу для двигателей две с половиной тысячи вольт это для высоковольтного оборудования и две шкалы от 0 до 50 мегом и от 50 до бесконечности какие значения должны быть сопротивление изоляции и контура заземления я не буду повторяться посмотрите предыдущее наше видео там я говорил четко цифры третье измерение которое проводится это проверка петли фаза 0 то есть проверка на соответствие выбранных автоматов правильно ли в проекте подобраны электрические автоматы и отработают ли они если будет короткое замыкание мы в своей работе в основном используем у нас есть еще один прибор но он громоздкий ER180M его преимущество это компактность электронное табло и простота использования его если почитать методику это очень легко провести эти измерения даже под напряжением не мешая эксплуатировать то есть если вы работаете где-то проводите измерения в офисе вам не обязательно чтобы отключали компьютеры для того чтобы провести измерения вы можете сделать это и в рабочее время измерение сопротивления изоляции без отключения напряжения вы не сделаете потому это нужно делать или в выходной день или как-то договариваться когда можно отключить и еще то что касается лаборатории я уже говорил лаборатория должна иметь обязательно сертификат укрметр т-стандарта он сейчас выдается на два года и как с этим сертификатом в комплекте идет называется это галусь галусь украинскую мову ну здесь перечень работ какие имеет право выполнять лаборатория и какие погрешности допускаются и вот эти погрешности здесь которые указаны приборы должны выдерживать эти погрешности если мы говорим например о заземляющих устройствах то вымеривание так если о металлосвязь или переходное сопротивление то должно быть не более двух с половиной процентов погрешность плюс минус два с половиной процента от значения которое требуется по правилам но может неудачный пример привел потому что металлосвязь она сейчас не нормируется но при желании вы можете ознакомиться не буду на этом останавливаться то есть приборы должны потому что есть приборы которые стоят дешевле тоже продают многие фирмы измерители сопротивления заземления я в интернете видел был комментарий и один из зрителей ютуба написал я использую там не буду говорить что это за прибор он дешевле стоит но тот прибор который дешевле он не соответствует то есть он не дает точное значение соответственно он не может быть поверен если вы такой прибор привезете в укрометр тест стандарт для того чтобы получить свидетельство то вам скажут что он не выдерживает не соответствует параметрам потом поэтому свидетельство на него выдать вам не смогут а если вы занимаетесь электрическими измерениями то в тех отчет после проведения электроизмерений вы должны приложить свидетельство о том что прибор работоспособен и то что этот прибор способен выполнить такие электрические измерения теперь это то что касается приборов давайте перейдем к еще другим приборам которые как правило вот мы едем на измерения мы берем все приборы которые но не все а основные приборы которые у нас есть для того чтобы бывает ты приезжаешь делаешь какие-то одни измерения а заказчик тебе говорит а вот тут у нас есть еще одна проблема вот что-то выбивает вы бы не могли бы посмотреть и один из таких приборов тоже которые желательно иметь это локатор это локатор кабельный это он предназначен отдельно можете посмотреть по ссылке в описании тоже обзор этого локатора он состоит из генератора и приемника это прибор который позволяет искать место короткого замыкания в стене место обрыва провода трассу прокладки кабеля в стене много у него возможностей поэтому если вам интересен такой локатор не буду на этом останавливаться посмотреть видео по ссылке в описании где подробно рассказывается о его возможностях или отдельно у нас выходили видео мест как найти короткое замыкание в стене как найти трассу как найти ну для того чтобы не попасть на трассу бывает нужно что-то повесить а как проходит кабельная линия вы не знаете и лучше вначале проверить с помощью вот такого локатора для того чтобы не наделать себе какой-то беды и потом уже заниматься не навесом например там кухни на кухне а устранением уже этой неисправности вы перебили кабель лежит плитка на стене что делать как найти во первых как найти а потом как это устранить это вот тоже такой прибор и теперь давайте перейдем к какой инструмент то есть какой еще прибор мы используем это я думаю это большинство электриков это мультиметр в нашем случае у нас есть и мультиметр но это клещи и можно померить какое напряжение это рк-120 в чем преимущество этих клещей то что они реально показывают 3 то есть можно померить ток до 300 ампер и это клещи которые ну скажем такие профессиональные для промышленного использования потому что есть клещи которые там может быть и тысячу ампер написано но когда ты на них смотришь например на базаре то как-то они не внушают доверие выдержать ли эти клещи такой ток или напряжение то есть нужно иметь еще с собой какой-то мультиметр потому что бывает тоже приезжаешь говорят вот вы тут проверяете а у нас что-то с напряжением может какие-то дадите рекомендации что делать стабилизатор нужен не нужен напряжение низкое или высокое это тоже мы всегда с собой берем еще один из приборов которые с собой берем это люксметр это для тоже есть отдельно выходило видео можете посмотреть его по ссылке в описании прибор для определения он простенький конечно есть приборы дорогие точные но нам не нужны точные измерения мы же не то есть охрана труда это когда приезжает охрана труда там смотрит какой уровень освещенности для того чтобы если вот идет аттестация рабочего места какого-то обязательно там проверяют уровень освещенности уровень шума где человек целый день находится работает не вредит ли этому его здоровью а так для того чтобы определить приблизительно ну как приблизительно более-менее точно показывает ну хотя бы уровень освещенности если мы делаем освещение где-то в офисных было не раз такое же вот мы как-то делали для туристической сети туристических агентств и в некоторых еще с освещением более-менее ситуация была а в некоторых это просто как в погреб заходишь света нет во-первых это некомфортно тем людям которые целый день там находятся и работают а во-вторых это даже как для клиента он зашел когда светло ему комфортно он лучше общается легче расстается с деньгами уже у него настроение другое он зашел какой-то погреб ему рассказывают как вы будете там на мальдивах отдыхать он сидит и думает люди не могут даже свет себе нормальный сделать рассказывает мне о каких-то турах там десятки тысяч долларов поэтому у нас тоже такой прибор бывает приезжаем видим что света мало померяли ну как рекомендацию говорим вам желательно добавить освещение или заменить освещение модернизировать вы уже как хотите поэтому я рекомендую вам если вы планируете или проводите аудит а наша компания электрик тоже проводит аудит электроустановок то есть по электрической части можете заказать аудит мы выезжаем смотрим и и потом даем тех отчет где уже даем конкретные рекомендации что нужно сделать в каком состоянии электропроводка в каком состоянии электрические щиты есть заземление нет заземления какая что со светом мало много или все хорошо поэтому рекомендую тоже вам люксметр иметь в своем арсенале еще сразу скажу что мы не торгуем этими приборами не занимаемся этим потому что тоже были комментарии это реклама оборудования но зачем мне его рекламировать это оборудование я им не торгую я его использую если бы оно наоборот мне не нравилось я бы вам сказал никогда не покупайте этот прибор потому что он меня там 10 раз подвел не дай бог вас подведет поэтому говорю сразу мы это не продаем мы оказываем услуги по электрическим измерениям ну и еще желательно конечно это у нас предмет отдельной гордости это специальный профессиональный рюкзак в котором находится ручной инструмент давайте теперь я вам покажу внутри что этого рюкзака и чем он хорош этот рюкзак довольно известной фирмы стэнли в чем его плюсы это снаружи есть карман в котором мы например перевозим переносим используем это расходники термоусадка изолента стяжки бывает в процессе работы рулетка электронная тоже бывает приезжаешь на объект нужно померять размеры помещения для просчета освещения или для будущих электромонтажных работ лучше конечно иметь вы можете посмотреть по ссылке в описании обзор этой рулетки дальше что еще в самом рюкзаке у нас что есть это инструмент вот преимущество его еще этого рюкзака то что можно этот инструмент быть вытянуть то есть вы приехали вам не нужно там искать где оно валяется вытягиваете себе с двух сторон карманы то есть много инструмента разного можно вы себе повесили рядом возле щита нужно вытянуть например там бокорезы или там плоскогубцы все это можете вы ну то есть удобно пользоваться еще что мы то что нужно иметь это обязательно фонарь потому что бывает приезжаешь какое-то помещение там света нет и ты вместо того чтобы работать просто мучаешься комплект проводов для измерения по 20 метров у нас две вот такие катушки для того чтобы либо поиск неисправности либо нужно от одного щита тянуться к другому еще у него есть один карман туда помещается мы ноутбук с собой не возим но помещается ноутбук у нас там бумага для записей для протоколов где мы фиксируем уже все наши протоколы что еще хорошего в этом рюкзаке это у него вот такая вот ручка сверху усиленная прорезиненная и на спину если вы например переносите для спины сделаны на самом рюкзаке мягкие такие строчные вставки тоже удобно не давит шлейки чтобы на плечи вешать тоже удобно и светоотражающие на них полоски если вы вечером идете у вас будет далеко видно по бокам еще карманы сетчатые и такая вот как она правильно называется липучка да сюда можно какой-то длинный или воду если вы проводите измерение в летнее время суток жарко ну и тоже довольно это солидно выглядит когда вот такая визитка где вся информация о вас это для клиента ну и для дополнительная реклама и дополнительно повышает ваш статус клиент видит что это действительно серьезная организация но такие вот основные приборы основной инструмент я рекомендую вам учитывая то что я уже имею опыт работы в электрических измерениях измерениях извините рекомендую вам иметь для того чтобы вы могли вам это было легко вам это было просто и вы могли предоставлять качественные услуги соответственно клиент остается доволен и рекомендует вас другим друзьям знакомым и приводит вам новых клиентов вот такое видео если видео понравилось не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео в социальных сетях если остались вопросы пишите в комментариях если появились вопросы или появились комментарии тоже пишите в комментариях становитесь подписчиком нашего канала оставайтесь подписчиком нашего канала на нашем канале будет не скучно на нашем канале будет интересно будьте здоровы